Итак, друзья, я вас приветствую уже в двенадцатой части своего обучающего видеокурса по языковскому языку. С вами все еще я, Андю, и я вам хочу сказать еще раз, напомнить, что этот курс снимаете за бесплатно. Если он вам нравится, вы можете отблагодарить ее автора, то есть меня, донатиком или какой-нибудь материальной помощью. И ссылки находятся внизу на Patreon и на криптокошерек. Ну а мы начинаем с такой, ставшей уже достаточно обыденной темы, как некоторые важные глаголы. Как, кстати, вы видите, палитра нашего урока немножко изменилась из-за того, что прямо перед тем, как снимать видео, я думал, что у меня куда-то ищут, если все маркеры. Ну что же, бывает. Ну и мы начинаем. Итак, Targums – вытянуть или курить. Дальше. Tections – это означает прятать или упрятать. Есть похожее слово – SEPUS – скрывать, утаивать. На самом деле, вот из этих двух слов, вот это вот наиболее употребимо. Вот это вот не сильно употребимо. Вы его можете встретить, но я его в действительности, как бы, в живых текстах встречал достаточно редко. Вот это вот более употребительно. Итак, дальше. Putums – положить, ставить. Забавным является то, что английский перевод, он имеет тот же корень – put и put. Но сказано-то или нет, мне как-то сказать трудно. Далее. Madems – лечь или полечь. Lesdams – помогать. Обратите внимание, что есть также такое слово – changudems. Это означает помогать духовно. То есть это, например, помогать в деле – lesdams. А changudems – это означает помогать духовно. Поэтому, например, в молениях, когда обращаются к Богу, говорят – paschanu gotti. Означает – помоги Бог. То есть и помоги духовно. Не что-то сделать там руками, а именно помоги как бы духовно. Смотрим дальше. Udums – спать. SIRGUDEMS – просыпаться. И есть еще одно слово, пожалуйста, не путайте. SIRGADUMS – тронуться с места. То есть, допустим, когда вы куда-то хотите поехать, вы сидите, сидите, например, перед какой-то поездкой, то вы посидели-посидели и говорили – ну что, сыргадан он? Ну, как-то так, например. Ну и далее. Nardams – это означает стирать пыль. Дальше – lacoms – означает кипеть, кипятиться. Но это больше, к слову, как бы сказать, вода. Это вода, либо кровь. Верим лаке, допустим. Моя кровь кипит, допустим. И так далее. То есть именно означает, что вот такой вот здесь имеет. Далее. Не путайте его, пожалуйста, с таким словом, как pidems – означает варить. То есть, например, кипеть может вода, а pidems – это, например, вы ядень проварите, у вас получается pidязиал. Соответственно, это вареное яйцо. Pidems. И есть еще такое слово, как жарить. Оно будет переводиться как restoms. Restoms и pidems – также не путайте его словом. Есть также слово «открывать». Оно будет звучать как panjums. Но помимо того же «открывать», оно также переводится как «расцветать» или «распускаться». И еще два слова, которые тоже, пожалуйста, не путайте. Это pextams – закрывать. И seugums – прикрывать, прищемлять. Вот это слово, на самом деле, гораздо более употребительное, чем это. Но, в принципе, и это слово тоже употребляется в некоторых случаях. Но вот это вот именно означает «прищемлять». То есть, не доказано «закрывать». Хотя, как бы, казалось бы, в финском языке есть слово «sulkia», которое очень похоже на слово «seugums». Это, собственно, слово когната. Но в разнообразном языке все-таки более употребительное слово «textams». Ну и дальше, следующее слово – это «shlamps». Оно означает «мыть». Как-то так. Итак, друзья, давайте теперь рассмотрим, наконец-таки, такую важную тему, как «элементы дома». Тема действительно очень важная. И как-то странно, что она оказалась именно в 12-м уроке, а не где-нибудь в 5-м, в 6-м. Но не суть. Ничего страшного. Главное, что эта тема появилась. Итак, давайте смотреть. КУДО – дом. От слова «куда» у нас образуются несколько очень важных слов. КУДО-ПРЯ – крыша. КУДО-ЮР – фундамент. Но если мы хотим сказать, например, фундамент науки, то мы используем просто слово «юр» без «кудо». Потому что «кудо» – это именно указание на то, что это основа дома. То есть «кудо-юр» – это основа дома. Если вы хотите сказать, например, фундамент науки, то тогда вы будете говорить, например, просто «юр» или для слова «наука» там «дуналтума» и так далее, как хотите. Далее. Вот следующее слово. КУДО-ЧАМА – наружная стена. ЧАМА – это означает лицо. И КУДО – это ногу. А если это наружная стена, то внутренняя стена будет КУДО-ЁНКС. ЁНКС – это как бы страна. То есть ЧАМА – это лицо, а ЁНКС – это страна. Ну и давайте дальше смотреть. КУДО-КУТМАР – это означает чердак. Все. Ну и дальше смотрим следующие слова. КУСТИМА – это лесеца. Как многие из вас могли догадаться, оно идет на слово КУЗИМС – взбираться. Ну и от него, соответственно, у нас образуется с помощью слова ПЕ – конец. Прибавляем КУСТИМА и ПЕ. КУСТИМБЕ. Ну или ПУСТИМБЕ, можно сказать. Ну, ПУСТИМБЕ. Это означает крыльцо. То есть конец лестницы – это крыльцо. Смотрим дальше. ВАЛЬМА – окно. СЛЯННИКА – или вы можете встретить в словарях слово СУЛИКА – стекло. Далее. НЕТЬ – это черенок или ручка. Далее. Слово ПАНЖУМА означает ключ. Идет оно, как вы понимаете, от слова ПАНЖУМС – открывать. Но вы можете также встретить вариант ПАНЖУМА. Смотрим дальше. ПЕКСТАМО ИСЁГУ – это означает замок. ПИЛЯУКС – это означает забор. КЕМКШ – это у нас дверь. ЭЗИМ – скамья. Собственно, название АТИНЕЗИМ – оно как раз-таки означает скамья старейшин. То есть это потому доказано, что на РАСКИНЕСКСЕ там была специальная скамейка, на которой сидели старейшины. И вот эта скамейка как раз-таки была АТИНЕЗИМ. Далее. МОРГА – это означает стол. Пожалуйста, не пугайтесь этого слова. Это всего лишь означает стол. Далее. ОЗАМКА – стул. КАШО – печь. Ну и ПЛИТА, соответственно, будет ПАНИМЛАНГО. И КУМБО означает ковер. Смотрим дальше. Рассмотрим же теперь посуду и всевозможную. Итак. КЕДЬЕ означает посуда. Соответственно, ШЛЯМСКЕДЬГЕНТЬ или ШЛЯМСКЕДЬГЕНТЬ означает мыть посуду. Ну, ШЛЯМСКЕДЬГЕНТЬ – это означает в целом мыть посуду. А ШЛЯМСКЕДЬГЕНТЬ – это означает мыть какую-то конкретную посуду. Далее. Значит, ЧАПШ – это у нас горшок или кастрюля. СОРГАУКС – это кастрюля или котел. Далее. КАКС – достаточно редкое слово на самом деле, но оно все-таки тоже существует, верлялось в музыке. Это означает сосуд. Далее. Слово ВАКН означает тарелка, миска или чашка. ПЕНЧ означает ложка. СЯМГИНЯ означает вилка. ПЕЛЬ означает нож. Дальше. От слова ПЕЛЬ у нас образуется слово ВАСУНЬ ПЕЛЬЦЬ. ВАСУНЬ ПЕЛЬЦЬ. Это у нас ножниц. Ну, вы можете услышать, как форму ВАСУНЬ ПЕЛЬЦЬ, так и форму ВАСУНЬ ПЕЛЬЦЬ. ВАСУНЬ означает против. То есть два ножа вот так, против друг друга. Далее. НАРДОМ ОЗНАЧАЕТ ПОЛОТЕНЦЕ. СУРСИМЕН ОЗНАЧАЕТ РАСЧЁТКО ГРЕБЁНКА. ВЕНИЕЛИ НУПАЛЬ ОЗНАЧАЕТ ПУАЛЕТ. ВЕНИЕЛИ это снаружи означает. Далее. ШЛЯМА НУПАЛЬ ОЗНАЧАЕТ ВАННАЯ. Далее. Три слова. УДОМОТАРКА. КОНИК И ОТСАУКС. Все эти три слова означают постель. Итак, друзья, давайте теперь рассмотрим такую достаточно важную, интересную тему азианского языка, как выражение относительности и сравнительной поддержки. На самом деле, эта тема может показаться очень забавной многим слушателям русскоязычным моего видеоблога. Но, значит, давайте начнем, собственно, рассматривать. Итак. По-язиански этот поддержка называется ОНКСНЕМАННЕУТИ. Это идет от слова ОНКС, что означает МЕРА. То есть ОНКСНЕМС означает МЕРЯТЬ. Естественно, ОНКСНЕМАННЕУТИ – это сравнительная поддержка. Ну, МЕРЯТЬ, СРАВНИВАТЬ в таком плане. Ну и давайте дальше оформим. Какие же вопросы отвечает этот поддержка? Итак. КИШКА или КИЭЙШКА С КОГО? Ну, то есть, например, размером с КОГО-то. ИЛИ, МЕРЯТЬ ОЗНАЧАЕТ СЧЕГО? Например, размером. Ну и давайте теперь сразу разводим пример. Значит, классический, на самом деле, пример. Вы его встретите во многих учебниках. Итак. КУДУШКА означает размером с ДОМ. Как я сказал, многим слушателям русскоязычного этого блога может показаться это слово очень забавно. То есть, они могут учитать его как КУДОШКА. То есть, в принципе, так можно читать. Вот. Но чтобы вам не было так смешно, скажу, что в финском языке тоже есть похожий, как данный суффикс, это ХКЯ. Вот. Поэтому это все относится именно к финноборскому. И давайте еще разводим такой пример. Вот он здесь. Достаточно распространенный. Это АЛАМНИШКА. Означает это немножко, почти, около. На самом деле, вот те, кто интересуется, значит, вот это ЖКО, вот это МУШКА не имеет вообще никакого отношения. То есть, смотрите, вот это НЕМНОЖКО, это НЕМНОГО плюс КО. То есть, НЕМНОГО. Г у нас происходит там изменение звуковое, соответственно, получается НЕМНОЖКО. То есть, КО здесь имеет значение уменьшительно-ласкательного суффикса. То есть, на НО, как бы, уменьшительно-ласкательный здесь вот этот суффикс. То есть, АЛАМНИШКА. То есть, АЛАМНИЕ это означает НЕМНОЖКА. А АЛАМНИШКА это, ну, примерно НЕМНОЖКО, чтобы вы понимали. То есть, вот эти два, вот эти две конструкции, это разные конструкции. Ну и также АЛАМНИШКА означает ПОЧТИ и ОКОВО. Запомните, вот это слово, оно достаточно часто используется в речи. Ну и рассмотрим еще один пример, собственно, который, этот поддерж используется очень часто. Значит, как правило, если нам, например, надо сказать такую фразу, например, примерно месяц займет эта работа, примерно месяц, мы как раз-таки активно используем этот самый поддерж. Давайте смотреть. В АЛАМНИШКА. АЛАМНИШКА означает, ну, где-то примерно с месяц. То есть, вот он, поддержит. Вот это вот, практически, вот это два примера. Вот это, по сути, основные употребления, и чаще всего вы увидите именно здесь. АЛАМНИШКА и КОВШКА, ИЛИШКА и так далее, вот в таком вот виде. ТАРГУШКА. То есть, примерно месяц, примерно неделя, примерно год. То есть, вот в этом виде. Или, например, если вы хотите, например, спросить, сколько там будет стоить, вам скажут, ну, примерно 100 рублей. Тогда вам ответят, СЯДУШКА. То есть, вот опять же, примерно сотню. Ну, и рассмотрим еще некоторые случаи, когда у нас используется относительность. То есть, когда нам нужно сказать ПОЧТИ, примерно. Ну, есть такое вот слово, достаточно употребительное, это МАЛОМ. Значит, оно означает ПОЧТИ. Ну, давайте рассмотрим пример сразу. МАЛОЧЕНЬ ВЕРТЬ МОЛЬСЬ. ПОЧТИ целый день шел. Ну, можно привести это как МАЛОЧЕНЬ ВЕРТЬ МОЛЬСЬ. Ну, я, как бы, уже привык к тому, чтобы приносить это МАЛОЧЕНЬ ВЕРТЬ МОЛЬСЬ. Поэтому нет никакой ошибки. Так говорили, так можно говорить. Значит, давайте рассмотрим следующие примеры. Значит, как нам сказать, допустим, ОВОТ-ВОТ по-Альзиански это будет ВАВА. То есть, ВА это ВОТ, как вы понимаете. Вот. Есть и другие варианты, но вот это вот мы предложим именно наноситель. Дальше смотрим. СЕКИНЬ КВАНТ. ТОГО И ГРЯДИ. Ну, то есть, СЕКИНЬ КВАНТ это означает, СЕКИЯ это тот же, ВАНТ это СМОТРИ. Вот. Значит, ну, как-то перевести дословно на эту конструкцию на русский, ну, не получится. Значит, далее. МАЛОУНИКИ, это означает, вот прям сейчас, вот, сейчас вот это случится. То есть, тогда мы говорим ПОЧТИ НЕМЕДЛЕННО. То есть, ПОЧТИ СЕЧАС ЖЕ. То есть, МАЛОУНИКИ. Есть и другие варианты. Есть такое слово, как ЭЛЬ. Оно означает, вот-вот, почти и чуть. Куда делся такое чуть? Значит, смотрим дальше. Значит, примеры. ЧИЗЬ ЭЛЬ КЕКШИРИ. Солнце вот-вот скроется. КЕКШИМС, это означает, скрыть. КЕКШИРИ, это, ну, типа, скроется, скрываться. ЧИЗЬ, это СОНЦЕ. Дальше. СЁКСИСЬ ЭЛЬ ЮТАСЬ. ОСЕНЬ ПОЧТИ ПРОШЛА. СЁКСИСЬ ЭЛЬ ЮТАСЬ. ОСЕНЬ ПОЧТИ ПРОШЛА. Вот, вот, это, ЭЛЬ, это ПОЧТИ. И дальше. МОНЕЛИСИСТУТУ. Я чуть не забыл. Опять же, вот, у нас это ЭЛЬ, оно здесь встречается. Итак, друзья, давайте теперь рассмотрим один очень важный суффикс, который используется в азиатском языке очень часто. И этот суффикс у нас используется для образования существительных из прилагательных. Это суффикс ЧИ. Вот этот суффикс ЧИ, как вы можете заметить, он, ну, практически совпадает с азиатским словом для обозначения дня, то есть ЧИ, казалось бы. Ну, давайте рассмотрим. ШУМРА. Это здоровый, ну, здоровый и в смысле большой, и с большими мускулами, а именно небольной. И, соответственно, от него, с помощью этого суффикса, мы образуем слово здоровье. ШУМРАЧИ. Но, обратите внимание, вот это слово мы пишем слитно. Слитно. Потому что, если мы напишем его раздельно, это уже будет означать добрый день. То есть, типа, здоровый день. ШУМРАЧИ. А здесь мы пишем слитно. ШУМРАЧИ означает здоровье. Дальше еще одно очень интересное слово. МАЗЫЙ означает красивый. И от него образуется, соответственно, слово МАЗЫЧИ. Красота. Некоторым может показаться, что это слово является русизмом. Ну, просто слово МАЗАЦ, допустим, или тут еще этот корень непонятный, суффикс этот Е какой-то стрёмный. Но это слово, на самом деле, оно очень-очень древнее. Оно восходит еще к праведно-волским временам, как минимум. Потому что вот это слово, его когнат, есть и в самских языках. В частности, в кильдинском, в самском есть такое слово МОДЖИС. А вот это вот МАЗЫЙ и МОДЖИС, это слова когнат. Очень важно, запомните это. Это не русизм. Далее смотрим. ВИДИЯ означает правдивый. И ВИДИЧИ означает правда. Но в рязанском языке есть одна сложность. Смотрите, в чем она заключается. У нас есть слово одинаковое. По-раззянски оно будет учить как ВИДИТЬ. Как вы понимаете, оно идет от слова ВИДИКИ. ОДИН. То есть это, по сути, ВИДИКИ, то есть один, но во множественном числе. То есть это не единицы. Это означает, что они оба как один. То есть этот один, этот один. То есть они как один, по сути. Ну то есть одинаковые. Слово один. Здесь в русском языке такая же штука происходит. Вот. Поэтому здесь в принципе никаких трудностей нет. И от него мы можем образовать следующее слово. ВИДИЧИ. Одинаковый. Вот это что за зверь такой? КС. Откуда он взялся? Значит, это очень такой хитрый суффикс. Сразу говорю. Значит, мы еще дополнительного будем рассматривать позже. Скажу лишь, что, например, от него, например, образуются всякие слова, например, от глаголов чаще. Допустим, у нас есть слово СОДАВУМС. Это означает, ну, быть знакомым с кем-то. И СОДАВИКС означает знакомый. То есть иначе, как бы, знакомый. То есть, по сути, это прилагательное, которое выступает в роли существительного. То есть, в таком значении, то есть, у ДАВИКС знакомый, например, он мой знакомый. То есть, не он, допустим, какой знакомый, а именно он, именно кто знакомый в этом значении. Мы используем тогда этот суффикс КС. И здесь то же самое. ВИДИЧИ одинаковый. То есть, это тоже слово играет роль, как бы, прилагательного в роли существительного. Но как же сделать из него существительное? То есть, по сути, сделать из него объект. И у нас получается, мы добавляем к этому слову ЧИ. У нас получается ВИДИЧИ. Означает это одинаковость. То есть, вот это вот уже никакой не прилагательное. Как ты на него не смотри. Это именно существительное. И очень часто мы можем встретить такие слова, которые имеют вот такую связку. КСЧИ. То есть, ИРИОВИКСЧИ необходимость. То есть, ИРИОВИКС это необходимый. Вот он и необходимый. Суну не ИРИОВИКС. ИРИОВИКСС, допустим. А ИРИОВИКСЧИ это необходимость. То есть, необходимость, одинаковость и так далее. Но что мы можем сделать с этим словом? Это не просто так слово, мы к нему можем добавить отрицательную частицу А. Точнее, не частицу, а как бы префикс. Тогда у нас получается слово АВЕКИТКШЧИ. Означает разница. Ну и давайте рассмотрим пример. Значит, если нам по-ярзиански надо спросить, в чем разница между таким-то и таким-то словом, мы, соответственно, делаем такую конструкцию. КОДАМУ АВЕКИТКШЧИСЬ ИСТЯМУ ДА ИСТЯМУ ВАЛТЫЙЮТКСО. Соответственно, что это означает? В чем разница между словами таким-то и таким-то? То есть, КОДАМУ – это какая АВЕКИТКШЧИСЬ разница, здесь какое-то слово в ориенительном падеже, и таким-то словом словами между. КОДАМУ АВЕКИТКШЧИСЬ ИСТЯМУ ДА ИСТЯМУ ВАЛТЫЙЮТКСО. 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 Ну и раз уж я вам привел слово СОЛОВИКС, давайте я вам дам небольшой пример с этим словом. Итак, очень важное выражение, пожалуйста, запомните его. ТЕЮ ТЯНУ СОЛОВИКСО. Давайте познакомимся. Объясняю. ТЕЮ ТЯНУ СДЕЛАЕМСЯ. СОЛОВИКСО ЗНАКОМЫМИ. Здесь у нас уже превратительный падеж, обратите внимание, транслатив. То есть СОЛОВИКС – это ЗНАКОМЫЙ, и СОЛОВИКСО ЭКС – это означает ЗНАКОМЫМИ, то есть СтАЬ ЗНАКОМЫМ. ТЕЮ ТЯНУ СОЛОВИКСО ЗНАКОМЫМИ. Вот так. Итак, друзья, давайте сейчас теперь рассмотрим такую важную тему, как условное наклонение. В принципе, этой теме здесь как раз-таки самое место. Итак, рассмотрим такой глагол, как ОЗАМС – СЕСТЬ. Как же нам сказать по-ирзянски «Я бы сел»? Мы берем это слово, убираем у него вот эту часть инфинитива. У нас остается просто ОЗА. И вот этому ОЗА мы добавляем суффикс ВЛИНЬ. У нас, соответственно, получается ОЗАВЛИНЬЯ бы сел, ОЗАВЛИТЬТы бы сел, ОЗАВЛИНЬЯ бы сел, ОЗАВЛИНЬЯ бы сел, ОЗАВЛИНЬЯ бы сели, ОЗАВЛИНЬЯ бы сели, ОЗАВЛИТЬ, ОНИ бы сели. Внимательные могут заметить, что слово УЛИНЬ, вот этот суффикс, что-то оно очень сильно напоминает. Напоминает оно вот что. Давайте взглянем. Вот это то, что я здесь описал, это, по сути, как оно звучало в древнеарзянском. Значит, это у нас было как раз таки слово ОЗАВЛИНЬЯ, и дальше к нему добавляется слово УЛИНЬСЬ в прошедшем времени. То есть у нас получается ОЗАВЛИНЬ. ОЗА плюс УЛИНЬ. И что особенно характерно, в марийском мы видим достаточно похожую форму. Поэтому, если вы будете изучать марийский, вы там много чего сможете увидеть того, что очень похоже на ирзянский. Давайте смотреть. В марийском у нас получается ЛУДАВЛИНЬЯ. Я прошу прощения, если я неправильно читаю, потому что марийского я не знаю. ЛУДАВЛИНЬЯ я бы читал. ЛУДАВЛИНЬЯ ты бы читал. Отличие от ирзянского заключается только в том, что в ирзянском у нас личное окончание ставится к слову УЛИНЬ, УЛЕМСЬ. УЛЕМСЬ УЛИНЬ. А в марийском у нас ставится к корневой слове. То есть не ОЗА, ОЗИНЬ, УЛЕ, допустим, а ОЗАУЛИНЬ. А здесь наоборот, здесь ЛУДАВЛИНЬ. Вот это УЛЕНЬЯ, это тоже, это форма слова УЛЕМСЬ. Ну, по марийски, соответственно, будет, по-моему, УЛАЗШ, если не ошибаюсь. Вот. Итак, а как же сказать по-эрзянски, допустим, такое выражение? Я бы не сел. Значит, мы берем слово АУЛЬ и прибавляем к нему личное окончание. Получается, АУЛИНЬ, ОЗА. Как вы можете догадаться, у слова АУЛИНЬ точно такой же генезис, как и у вот этого вот Сутикса. То есть АУЛИНЬ ОЗА было в древней эрзянском. Соответственно, здесь у нас уже получается АУЛИНЬ ОЗА, я бы не сел. Ну, мы говорим дальше. АУЛИНЬ ОЗА, ты бы не сел. АУЛИНЬ ОЗА, он бы не сел. АУЛИНЬ ОЗА, мы бы не сели. АУЛИНЬ ОЗА, вы бы не сели. И АУЛИНЬ ОЗА, они бы не сели. Ну и давайте рассмотрим еще несколько примеров. На самом деле, это условно-наклонение, оно может быть и объектным. Вот, например. ВАЛИНЬ ОЗА, ПАНЖОУЛИЯ. Я бы открыл окно. То есть, видите, ВАЛИНЬ ОЗА, ВАЛИНЬ ОКНО. Мы помним с начала урока. ПАНЖОУЛИЯ. ПАНЖОУС, ПАНЖОУЛИ, ПАНЖОУЛИЯ. Это у нас именно объектное спряжение. То есть, в принципе, структура вся такая же, как и в обычном спряжении, только мы здесь добавляем этот ВЛ. Дальше. Если у нас отрицательное, то мы, соответственно, ставим. АОЛИНЬ ОЗАЕ, это означает, ты бы меня не взял. То есть, АОЛИНЬ ОЗАЛИНЬ ОЗАЧАТЬ. Значит, вот этот вот МИК, это означает, ты меня. Соответственно, АОЛИНЬ ОЗАЧАТЬ, ты бы меня не взял. ОЗАЕ, это не взял. Вернее, АОЛИНЬ ОЗАЧАТЬ, это ты бы меня не. А здесь уже слово взял. Вот. То есть, вы видите, вот эта вся ганская аукция у нас умещается в одном условии. Это прелесть. ФИЧА, как скажут, на ризанском языке. Ну, и другой пример, это УАЛИНЬ ОЗАЧАТЬ, я бы не открывал окно. Ну, не открыл бы окно. Вот. Итак, давайте рассмотрим тебе предложение. Из формы условных лагерей вполне себе можно формировать достаточно сложные предложения. Ну, давайте рассмотрим одну из них. ТЕРДИОЛИТИНЬ КУДОЗАН, АНИСЯК ШКАМА РАСИН. Означает это следующее. Я бы тебя позвал к себе в дом, но времени не было. То есть, ТЕРДИОЛИТИНЬ, я бы тебя позвал, КУДОЗАН, к себе в дом. Ну, ко мне в дом, в мой дом, дословно. АНИСЯК, НО, если я не давал это слово, позвался запомнить его. Это очень важное слово. НО, или ТОЛЬКО. Вообще, это означает именно ТОЛЬКО, но в значении НО оно также может совершенно походить использоваться. ШКАМ, МОЕ ВРЕМЯ, АРАСИНЬ, НЕ БЫЛОТОМ. Вот так. Итак, последняя тема, которую мы с вами рассмотрим в этом уроке, это у нас ЕСЛИ. Есть такое слово в русском языке ЕСЛИ. И, видимо, какие-то должны быть способы как сказать это по-ирзиански. Давайте смотреть. В Ирзиансском языке есть два основных способа выразить это слово ЕСЛИ. Первое из них, значит, ну, давайте сначала рассмотрим слово КУНДАМС. Как сказать, если я возьмусь или поймаю, по-ирзиански это будет КУНДАЙНДЕЛЯН. вот это вот он дырян дырян сами ирзяне его старую терял то есть снимать как как на то есть терял он все-таки постараться пытаться вот ну и смотри дальше куды и дырян если ты возьмешь и поймаешь кундын деревья если он возможно поймали кундын деревян а но если мы возьмемся поймаем кундын деревян а то если вы возьмете поймаете и кундын деревьев это если они возьмутся поймали значит есть у этой формы также и объектная форма значит кундын деревян а если я его поймали ну то есть опять же суффикс из более ранних урок он сюда тоже ставится очень спокойно и кундын деревян а это если я тебя поймали домашнее задание вам попробуйте сами распрягать это все так чтобы по всем лицам это все распространялось распрягался далее если нам нужно сказать отрицательную форму допустим если я не поймали то вы никакой там а а не теряться не не делает не надо вот это вот этот вопрос и говорим о кундын деревян все это а достаточно здесь никаких вот этих оба лимик это мы и селимик не надо здесь просто а кундын деревян все второй способ значит его на самом деле вот арзианская интеллигенция очень не любит и говорит давайте вот так как говорится значит я вполне это приемлю я вполне это понимаю потому что слово если в азианском языке можно выразить так же и слово будь ну здесь совершенно как бы бросается в глаза что какой-то он совершенно не азианская и она очень похожа на русскую слово будьте но давайте смотреть пути кунда это то самое что и кундын деревян но на самом деле это слово пути лично мне как человек немножко знаком с литовским языком немножко не сильно мне она больше напоминает литовское слово пути то есть литовское слово пути то самое что и быть в русском языке она еще время на вашу братьянский язык форме от слова путь и вообще говорят что достаточно много допустим благой есть такое слово запись я не буду вот значит благо и означает плохой но если они также некоторые мне очень любят потому что она типа тоже выглядит какой-то похожее на русское но на самом деле проблема то что балтские и славянские языки они в древности составляли одно единое целое до того как не пробили год третье деньги вот это по сути был один язык балта славянский потом пробили куты и в итоге балты и славяне стали разными народами и поэтому некоторые слова которые нам кажутся как бы русско каким-то русскообразными они на самом деле могут являться вполне себе балтскими названиями в частности вот есть правда некоторые слова например которые совершенно не похожи например кожура от от лука например будет как лукш ну то есть она вообще в принципе ни на что не похоже с точки зрения кожуры допустим скорлупы лучше то есть не поможет но есть и похожие слова вот этого как раз таки на мой взгляд это одно из таких слов которые похожи на русское слово но на самом деле таковым не является вот такая вот такой был рассказ небольшое лирическое отступление значит как же это слово выражается а также есть свой способ это слово кем то есть по тренге если я говорю допустим и такая же форма и в венгерском языке но там используется слова ха то есть допустим хобес или типа если говорю соответственно но откуда пошла значит форма queen давайте рассмотрим это идет от правоуральской формы к это правоуральский язык и там голосового от которого в частности в арзианском пашки и в арзианском языке пошли такие слова как косто кода куда мой тогда это код она перешла в частности в это слово финское вот поэтому здесь есть простор для исследований для размышлений как-то так и давайте жду вас в следующем уроке пожалуйста не теряйтесь я очень рад тому что кто-то из вас до сих пор смотрит до сюда и вообще респект вам за то что вы изучаете арганский язык всем удачи а